Моё страстное желание сделать так, чтобы библиотеки Отечества стали достойной мирового уровня, позволяет мне говорить о том, что в современных библиотеках сейчас как-то так они существуют, но они как-то вот влачат какое-то такое очень тяжёлое у них положение и состояние, поскольку многие из них не комплектуются, многие находятся в старых зданиях. Да, придумывается замечательная идея ночи в библиотеке, но в то же время днём, там часто вот я заглядывал в те библиотеки, где невозможно найти ни одного читателя, и в то же время как-то библиотека не очень ощущает пульс времени. Я не говорю, конечно, про ту библиотеку, в которой мы присутствуем. Здесь все элементы прогресса налицо. Несколько раз, когда у меня была оказия, я сам такой человек, воспитанный в библиотеках, когда нужно тебе что-то, ты, как правило, в библиотеке это найти не можешь, ты можешь с большим успехом найти это у друзей в интернете или где-то ещё. Таким образом, вот в библиотеке сегодняшнего дня нет трёх главных элементов – читателей, жизни и желания осуществлять перемены. Что мне кажется чрезвычайно печально, поскольку наше общество нуждается в переменах и нуждается в инструментах осуществления этих перемен. Если не библиотека, то кто же? Она же сейчас является, многие из таких библиотек, просто книжным складом, нишей для аутсайдеров, таких людей чудных, которые приходят ещё в библиотеку. Ну, в общем-то, это явно не мейнстрим, это место такого отстоя. И, что главное, часто по библиотечным проектам в библиотеках такой формируется, особенно в детских, такое инфантильное отношение к жизни. Там сисюканье и прочие какие-то вещи, всё сказочное, принцессное какое-то. Вообще-то говоря, несерьёзное отношение к тому, что происходит в мире. Извините, коллеги. Между тем, в мире библиотека — это место, где происходят различные эксперименты и где уже, так сказать, осуществляются довольно такие большие поиски, причём они не чисто информационные, а скорее имеют социальную природу. В мире библиотека становится институтом, который обладает такой большой социальной ответственностью. Вот мне очень понравилась миссия городской библиотеки Хельсинки, в которой сформулировано, что библиотека — это вот обогатитель идей и мыслей, где благодаря разделению знаний, умений и истории мы совместно творим гражданское общество. Вообще, коллеги, это то, что вообще нам жизненно необходимо, поскольку мы нуждаемся в гражданском обществе, чтобы не на Болотной площади, а где-то вот в такого рода местах. И есть люди, которые ратуют за такую позицию. Мы осуществляли изменения наших граждан, вернее, жителей превращали в граждан. При этом вот архитектура библиотек, она как бы развивается по трём тенденциям. Одна из них — дематериализация. Это довольно уже банальная вещь, поскольку все книги, газеты как вещи теперь сопровождаются такими виртуальными своими двойниками и копиями. И я, как читатель с долгим каким-то опытом чтения, сейчас с большим удовольствием ищу какой-то текст в электронной версии газеты «Ведомости» или «Компания», или «Эксперт», чем, так сказать, работаю с бумажным вариантом. И многие люди, оказывается, что вот электронная президентская библиотека, которая у нас создана, даёт довольно значительные преимущества. Там можно автоматически получать статистику, много быстрее осуществляется поиск и прочее. Поэтому редкие люди как бы вот сейчас только работают только чисто с книгой. Это какие-то экзотические занятия. И примером дематериализации в мире существует такой тип объекта, который, как всегда, изобрели англичане, которые такие лихие в области библиотечного строительства. Они в таком захудалом районе, вроде социального дна, это лондонский East End Tower, Гамлетс, где они придумали такую новую форму библиотечную, которая называется «Магазин идей». То есть в этом смысле вот наша современная культура, она как-то больше моделью её является супермаркет. И вот в этом смысле переход от книги как вещи к идее, которую человек извлекает из книги, является таким вот шагом вперёд. Они исследовали то местное сообщество реально, которое в этом районе живёт. Там более 50% этнических пакистанцев, индусов и прочих. И они, конечно, не ходят в классические английские викторианские библиотеки. Они просто их пугают. А в то же время охотно ходят на рынок, в магазин, какие-то места, которые являются маяками повседневной жизни. И именно там пришла идея соединить вот эти вот маяки повседневности с библиотечным зданием. В этом смысле вот этот вот план «Магазин идей» как раз предваряет супермаркет. И тут всё сделано так, чтобы можно было сидеть в кафе, чтобы можно было очень просто перейти к учебному комплексу и так далее. И главное, вот они пошли на довольно смелый шаг. Они взяли и продали все здания существующих библиотек. И вместо этого на эти деньги, проданных зданий, построили семь вот этих вот экспериментальных таких зданий. Это довольно такой радикальный ход. При этом вот мне очень понравилось, я только готовясь к этому сообщению, вычитывал, что вот этот вот синий-зелёный цвет прозрачных стен, который противопоставлен образу библиотеки как викторианского замка, он, так сказать, связан с тем, что, по сути дела, рифмуется с тентами рынка. Вторая тенденция — это дистинализация. То есть вот на самом деле то, что мы здесь присутствуем, яркий пример того, что библиотечные формы теперь принимают развлекательный вид. И ярким примером являются дискавери-центры, центры открытий. Одним из наиболее интересных, я тут вот такнулся только что осенью, открылся в Нью-Йорке детский центр, который пристроен к детской библиотеке, где можно пробовать себя в роли астронавта, в роли учёного. И в этом смысле привитие общества таких идей является чрезвычайно важным. Третья тенденция — это вообще сжимание миниатюризации, когда вот делаются вручную такие скворечники, и они расставляются по углам. Проект таких библиотек называется «Библиотека на углу», где все люди сами контролируют те книги, которые они туда выносят. И это могут быть не только книги, но и бытовые какие-то вещи, и спортивные товары. И для меня это является реальное воплощение того, что мы так абстрактно называем социальным капиталом. Это то, что люди скидываются, и благодаря этому ты можешь не покупать эту вещь, а пользоваться общественной собственностью. Вот тут же есть такое объединение маленьких свободных библиотек, и в Англии, и в Германии такие же формы существуют. Поэтому мне кажется, вот я перехожу уже к выводной части, что библиотека должна кардинально измениться. Она должна вообще как бы вот не может способствовать переменам и изменениям тот институт или организация, которая сама не умеет меняться. Все равно, что нельзя говорить об изменениях тому, если ты не изменился сам. Она должна стать вот обогатительной фабрикой мысли, по сути дела продумывать, как же нам жить. Вот в Москве, мне кажется, замечательная возможность обсуждать тему местного самоуправления. В Москве не было самоуправления местных сообществ, а сейчас нам надо начинать жить самостоятельно. Поэтому библиотека может стать таким штабом в этой области. Библиотека становится гибридом, где, по сути дела, у нас это называется многофункциональный комплекс в архитурной терминологии. Она должна быть вместе с кафе, вместе с мастерской для домашней работы, вместе с театром, с музеем, с архивом и так далее. Когда у меня была опубликована статья на тему объединения разных функций библиотек, многие наши эксперты сказали, что это у нас почему-то невозможно. Вот это вот просто вслушайте в то, что почему-то лучшие образцы мировых экспериментов почему-то у нас считаются невозможными делать. Потом библиотека становится креативной площадкой. Вот мне пришла в голову такая замечательная идея. Я сам являюсь книжником и вообще как безумный покупаю книги до сих пор. И вот думаю, как бы кто придумал клуб анонимных книголюбов, чтобы там отучать людей от подкупки книг в неограниченном количестве. Одновременно эти анонимные книголюбы могли бы жертвовать библиотекам большое количество книг, что я могу в будущем и сделать. И также еще они требуют современного дизайна, так чтобы быть не хуже конкурирующих средств, банка, квартиры в конце концов. И, наконец, вот библиотека могла проектироваться усилием нескольких, вот есть такое мудреное слово, стейкхолдеров или заинтересованных сторон. То есть, по сути дела, библиотекаря, архитектора-дизайнера, а также бизнеса, власти и местного сообщества, мною любимого, о котором я говорил здесь два года назад и был не понят библиотечным сообществом. Я думаю, что время изменить точку зрения библиотекарям пришло. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ